Иван Артюшкин Иван, слышите меня? У меня выключен Ну я вас слышу И все вас слышат У вас может быть видео выключено, а микрофон включен Видео у него наоборот включено Вот ты сейчас видео включил Вместо того, чтобы выключить микрофон Можете микрофон выключить Вот сейчас включил микрофон А сейчас вроде нет Сейчас включены Пошевели губами Вот сейчас выключены, выключены Все, спасибо Сережа, надо чтобы видео тоже отключили А то вообще интернет не тянет Да, видео Выключайте, ага Помолимся Царю небесный Утешителю души истинным И же бездес И вся исполняя Сокровища благих И жизнеподателю Сокровища благих И отчистки И отчистки И отчистки Сын и святой дух Аминь 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Сокровища благих Наталья Бугатова Микрофон отключи Наталья, слышишь меня? Да, 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 слышу Микрофон выключите И слушайте Вообще тебя не слышно Так, меня слышно? Вот сейчас хорошо Хорошо слышно Хорошо, слава Богу Начинаем занятие Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Откровений Святого Иоанна Богослова 19 глава 7 стих Возрадуемся и возвеселимся И воздадим ему славу Ибо наступил брак Агнца И жена его Приготовила себя Толкование Радуйтесь и веселитесь Ибо велика ваша награда на небесах Сказано в Евангелии от Монфея 5 главе 12 стихе Так призывал Господь Своих последователей Еще на земле Апостол Петр Утешал верных христиан Цитирую Но как вы участвуете В христовых страданиях Радуйтесь Да и в явлении славы его Возрадуйтесь и восторжествуйте Первое послание Петра 4.13 И вот наступил последний момент Мировой истории Пал Вавилон Наступает явление славы Божией А потому призывают друг друга святые Возрадуемся И возвеселимся И воздадим ему славу Ту славу Которая одному ему Богу приличествует И о которой он говорил Не дам славы моей И ному Порок Исайя 42.8 Блажен кто в тот день Будет приглашен к радости и веселью И не разразится в воплях отчаяния И далее указывается причина Особо побудившая небожителей Призвать всех к радости и веселью Цитирую Ибо наступил брак Агнца Агнца в большой буквы Имеется ввиду Христа И жена его Христа Приготовила себя Это о союзе Христа и церкви Который многократно и таинственно Означается в Писании Как союз жениха и невесты Мужа и жены Таким же образом Означался еще и союз Господа с Израилем Ветхозаветной церкви Цитирую Ибо твой творец Есть супруг твой Господь Саваоф Имя его И искупитель твой Святой Израилев Богом всей земли Назовется он Ибо как жену Оставленную Искорбящую Духом Призывает тебя Господь Так и как жену Юности Которая была Отвержена Говорит Бог твой На малое время Я оставил тебя Но с великою Милостью Воспряму тебя Пророк Исаия 54 Глава 5 7 Подобным образом Изображается Отношение Господа К Израилю И у пророка Иезекииля Цитирую И проходил я Мимо тебя И увидел тебя И вот Это было Время твое Время любви И простер я Воскриле Орит моих На тебя И покрыл Наготу твою И поклялся Тебе И вступил В союз С тобою Говорит Господь Бог И ты Стала Моею Омыл я Тебя Водою Прообраз Крещения И смыл С тебя Кровь И помазал Тебя Илеем Прообраз Помазания Духом Святым Миропомазания И надел На тебя Узорчатое Платье И обул На тебя Софьяновые Сандалии И опоясал Тебя Вессоном Знак Оправдания И праведность И дал На главу Твою Прекрасный Венец Рок Иезеки 15 глава С 8 По 12 стихи Так О своем Обручении С народом Говорит Господь Через Прока Осию Цитирую И обручу Тебя Мне Навек И обручу Тебя Мне В правде И суде Благости И милосердия И обручу Тебя Мне В верности И ты Познаешь Господа Рок Осия 2 глава 19 по 20 стихи Новый Новый Завет Особенно Переносит Эти отношения На союз Христа Со своей Искупленной Церковью Женихом Именовал Себя Христос Когда был На земле Так На вопрос Почему И ученики Его Не постятся Он ответил Цитирую Могут Могут Ли Печалиться Сыны Чертога Брачного Пока С ними Жених Но Придут Дни Когда Отнимется У них Жених И тогда Будут Поститься Евангелие От Матфея 9 Глава 15 И если Своих Учеников Христос Назвал Сынами Чертога Брачного То Иоанн Предтеча Был Другом Жениха Жениха С большой Буквы Христа И На этом Браке Так Сам Иоанн Креститель Сказал О Христе Церкви И себе Цитирую Имеющий Невесту Есть Жених А Друг Жениха Стоящий И Внимающий Ему Радостью Радуется Слыша Голос Жениха Сия Радость Моя И Сполнилась Иоанн Глятиана 3 Глава 20 И опять Таки С союзом Жениха И Невесты Мужа И Жены Сравнивается Благодатная Соединение Души И Вообще Церкви Со Христом Так Апостол Павел Говорит Коринфянам Я Обручил Вас Единому Мужу Чтобы Представить Христу Чистою Девою 2 Коринфянам 1 Глава 2 А в Другом Месте Павел Говорит Цитирую Мужья Любите Своих Жен Как И Христос Возлюбил Церковь И Предал Себя За Нее И Муж Есть Глава Жены Как И Христос Глава Церкви Мы Члены Тела Его От Плоти Его И От Костей Его Посему Оставит Человек Отца Своего И Мать И Прилепится К жене Своей И Будут Двое Одна Плоть Тайна Сия Велика Я Говорю По Отношению К Христу И К Церкви Послание Ефесянам 5 Глава 25 23 30 32 Когда Спал Адам То От Ребра Его Была Взята Жена А Потому Оставляет Человек И Отца И Мать Своих Чтобы Снова Воссоединиться С Нею Когда Уснул Христос На Кресте Сном Смерти Матфея 9 24 То От Прободенного Ребра Его Истекли Кровь И Вода И Вот В Благодатной Воде Крещения И В Крови Причащения Рождается Церковь Рождается Для Вечной Жизни Душа Христианская Так От Ребра Христова Взята Церковь Невеста Его Возлюбленная Потому Оставит Он Во Втором Своем Славном Пришествии Отца Своего Небесного И Пречистую Матерь Преснодеву Марии И Придет Как Жених К Невесте За Своей Церковью Далее Цитируется Евангелие От Матфея 25 Глава 1 10 Стихи Тогда Подобно Будет Царство Десяти Девам Которые Взяв Светильники Свои Вышли Навстречу Жениху И Пришел Жених И Готовые Вошли С ним На Брачный Пир И Еще Цитата Лука 12 36 И Вы Будьте Подобны Людям Ожидающим Возвращения Господина Своего С брака Дабы Когда Придет И Постучит Тотчас Отворить Ему Как И Церковь Воспевает На Страстной Седнице На Страстной Седнице Цитирую Все Жених Грядет В полуночи И Блажен Раб Его Же Обрящит Бдяще Недостоин Жипаки Его Же Обрящит Унывающе Блюди Убо Душе Моя Не Сном Отяготися Да Не Смерти Преданно Будешь И Царствие Вне Затворишися Но Восприняти Зовущие Свят 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 Если Божий Богородицею Помилуй Нас Это Тропарь Утренний И Если Пришествие Христово Сравнивается С приходом Жениха За Невестой То Само Соединение И Вечное Торжество Христа С Церковью Бога С Человеком Именуется Брачным Пиром Или Брачной Вечерей Агнца В этом Говорится Евангелие От Матфея 22 1 по 14 Стихи В книге Откровения 19 Главе 7 9 Это Неизреченное Таинственное И Всецелое Соединение Человека С Богом Об этом И песнь Небожителей Ибо Наступил Брак Агнца Наступил Заветный И вожделенный Час Но В брачный Чертог Нельзя Вступать Без брачной Одежды Читаем Евангелие От Матфея 22 Глава 11 13 И потому Жена Его Приготовила Себя Долгие Века Христианская Церковь Жена Агнца Приготовляла Себя К встрече С небесным Женихом Как Как же Она Приготовляла Себя Это Приготовление Заключалось В разработке Все Большем Углублении И Кристаллизации Церковного Учения Отсечении Всевозможных Пагубных Ересей В создании Совершении Гибного И Неповторимого Богослужения Бесчисленных Подвигах Святых Подвижников Монахов И Мучеников В свидетельстве Миру Божественной Истины Истины Явлении Небесной Нетварной Красоты И Излиянии Людям Мира Добра И Любви Это Приготовление Церкви Заключалось В благодатном Освящении Каждого Своего Чада И Приведение Его Ко Христу Небу Последние Приготовления Церкви Совершатся В одни Страшных Гонений Антихриста Выйдя Из Этого Всеочищающего Горнила Церковь Будет Окончательно Приготовлена Все Приготовления Как Браку Закончены Светильники Зажжены Время К полуночи Остается Только Жениху Войти Брачный Черток Скоро Небесный Брак Душа Приготовила Ли Ты Себя Толкование Закончено У кого Есть Вопросы По Толкованию Только По Толкованию Задавай Идем Идем Дальше Книга Откровений Девятнадцатая Глава Восьмой Стих И Дано Было Ей Облечься Весон Чистый И Светлый Весон Же Есть Праведность Святых Толкования Это И Есть Брачная Одежда Жены Церкви В ней Она Имеет Право Вступить В Небесный Брачный Черток Сколь Сильно Отличается Эта Одежда От Одежды Великой Блудницы Там Было Все Роскошно По-царски Порфир Обогреница Золото Драгоценные Камни Жемчуга Есть Же Чистый Шелк Означающий Святой Жены Андрей Кисарийский Объясняет Значение Весона Как Светлость Добродетия Тонкость В разумении И Высоту В размышлении Созерцаний Весон Чистый Потому что Церковь Очистила Своих Чад От Всех Согрешений И Пороков То Что он Светлый Означает Что она Просветила Их Нетварным Светом И Соделала Светом Миру Просветила Просветила Их Небесной Благодатью Как бы Соткала Их Существо Из Тонкого Света Такую Одежду Никто Не может Облечься Сам Самостоятельные Попытки Очиститься От Грехов И Приобщиться Неземного Света Являются Плодом Духовной Прелести И Приводят К чистоте И Свету В собственных Помутнившихся Глазах А Так же Перед Заблуждающимися И Бродящими Во Тьме Людьми В очах Жи Божиих И Святых Это Нечистота И Мрак Таковы Ложные Религии И Безрелигиозность Вынуждающие Человека Самому Достигать То Чего Он Достичь Не Может И Что Ему Может Быть Только Дано Как И Здесь Сказано Что Дано Было Ей Облечься Весом Не Сама Она Этого Достигла Но Дано Было Ей От Бога Как Дар Божий И Далее Поясняется Весом Жи Есть Праведность Святых Святые Облекаются Праведность Тем Что Их Оправдает Перед Богом Что Ж Может Нас Падших Тварей Оправдать Перед Творцом Во-первых Никакие Собственные Усилия Сами По Себе Ибо Помилование Зависит Не От Желающего И Не От Подвязающего Гося Но От Бога Милующего Послание К Римлянам 9.16 Бог же Милующий По своему Неизреченному Человеколюбию Воплотившись Пролил Свою Пречистую Кровь И Ею Оправдывает Нас И Теперь В таинствах Человек Получает Оправдание Даром По Благодати Его Искупления Во Христе Иисусе Римлянам 3.24 Облекается В чистую И Светлую Одежду Которая Есть Праведность Святых Только Эта Одежда Полученная В таинство И Может Нас Оправдать Перед Богом Ибо В таинствах Облекаем Ибо В таинствах Облекаемся В самого Христа Который Есть Оправдание Наш Смотри Об этом В послании Галатам 3.27 Крещения В послании К римлянам 8.8 Мира Помазания И Евангелие Теана 6.56 Причащения Ефесянам Послание 5. Глава 1.3.2 Стих Венчание Но Эту Одежду Надо Сохранить В чистоте И Светлости Иначе Она Не Поможет Это Достигается Верой Покаянием Духовными Подвигами Молитвой И Добрыми Делами Это Можно Сравнить Так Так Дает Нам Одежду Иной Христос Таинства Но Носить То Ее Нам Самим Наша Добротетельная Жизнь Во Христе Вопросы Сказали Сказали Феофан Нет Сейчас Игнати Бринчанинов Сказал Что Монахов Практически Не осталось Остались Только Одни Актеры Может быть Эта Революция Была Для Того Чтобы Показать Людям Что Монашество Это Не Евангельский Путь Развития И Что Дальше Люди Должны Спасаться В Простоте Как Праведности Достигать В Простоте В Той Жизни В Которой Живут Иначе Им Нужно Было Отказаться Вообще От Жизни В Миру Вот Такой Вопрос Игнати Игнати Вам Слово Микрофон Включите Я Включил Слышно Слышно Да Сейчас Слышно 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 Но Не Видно Ну Значит Она Система Тут Меня Выбросила Дело В Том Что Любое Дело Можно Извратить Господь Говорит Через Апостола Павла Он Говорит А я Думаю Имея Духа Святого Хорошо Оставаться Как я Мне приходилось Неоднократно Видеть Как совершается Бракосочетание И всегда Считается То Что было Сказано В районе Нехорошо Человеку Быть Одному А оно Совершенно Не Относится К этому Месту Повторяет Нехорошо Быть Одному Да Не Один Человек Во-первых В семье Братья Сестр Мать Отец Когда Было Сказано Это Адам Он Один Был Один На всю Вселенную Человек А теперь Павел Говорит Хорошо Слово Хорошо Осталось В том же Понимание Хорошо Оставаться Как Я Я Этого Тоже Ни разу Не слышал Ни у Кого Ни у Баптистов Нигде Отсюда Понятно Что Ищем Своего Ищем Земного А в руках Библия И выбираем То Что нам Сладко Сегодня И поэтому Женатые Заботятся Определенно Как угодить Жене Угодить Ласкаться Жена Заботится О чем Как угодить Мужу Есть Разница Он Прям Есть разница И вот Эту разницу Теперь Патерли Сделать Так Она На что Не похоже Слово Мона Монахия Один Мона Монолитное Строение Ну Никаких Там Составных Честей Нету А что Из этого Сделали Это Особая Каста Людей Принимает Монашинство И они Говорят Как бы Второе Крещение Хотя Второго Крещения Вообще И нет Никакого Как бы То есть Первое Когда Крестился Обещание Это новое Учение Мы даже Сегодня Я разговариваю Когда с людьми Я говорю Ты знаешь Какие были Уставы Какие Уставы Ну В монастырях А что Не один Не один Я вот Седьмой Восьмой Том У меня Открытым Оком Там указан Соловецкий Монастырь Свой Устав Вот Валаам Свой Устав Пахомя Свой Устав У Василия Великого Свой У Мартина Свой У Венинегрикта Свой Я перечисляю И они Очень Разнятся Очень Даже Какого цвета Шапочка Должна быть Они должны Чем-то Подтверждать И они Как пятидесятники Я духовный А ко мне Приходит ангел И он мне Говорит Какого размера Какого цвета Ну что Ангелу больше Заниматься нечем Нам шапочки шить Как Александр Мень говорит Как будто Христос пришел Чтобы научить нас Правильно Кутю варить С кучей Замучились Сказал Учитель А учитель Капахоми Говорит Антоний Да неужели Это тебе ангел Да смотри Брат Да нет Ангел Ангел Что я не вижу Что ли Он к нему пошел И говорит Ты мне тут место Какое-нибудь сделай Маленькую келейку Я приду Рядом буду Как он придет Ты мне позвонишь И я поговорю с ним Живет неделю Живу вторую Третью Тот регулярно приходил На третий день Больше не является Никак А ангел явился Вот рассказывает Инок Один А я Здесь плохо подвязается А вон там Я видел пещеры Там высоко Вверху-то Как береговушки В землю Я там буду А кто будет Тебя приносить Я уже договорился Тут один новенький Он мне еду Будет приносить Ладно Потом Колесница с неба Ему сказали Что тебя в четверг После дождичка Заберут И он проговорился Тот прибежал К учителю И говорит Его забирают На небо Как Илью пророка Учитель говорит Сдурел окончательно То ему плоская земля То ему тут Шестерки В паспортах Все жгут Ну и Пошел к нему Ты что придумал-то А вот святость Да никакое Наверное не помешает Тебе сиди и молись Нет Меня заберут У меня этого ничего нет Я все пожег Я показываю В сегодняшнем понимании Как И вдруг правда Колесница А этот учитель Его перекрестил Сгин нечистая сила Они его схватили За одежду А он его схватил За руку и держит Те которые На колеснице Оторвали одежду Оторвали И одежда полетела И разбилась О камне И теперь Он ему говорит Вот где Ты был бы Лежал Ты со своими Паспортами Что ты выдумываешь Слазь сейчас же Иди работай Вот что сделали Из монашества Вы не знаете Эти уставы Я только Некоторые Примеры Рассказываю Нельзя Разговаривать Совершенно Нельзя Монахам Разговаривать Друг с другом Жестами Поколотил Два удара Три Четыре Глухонемые Это они на кухне Работают Ни одного слова Нельзя говорить Идут на обед В столовой Разговаривать нельзя За обедом нельзя Житие святого Арсения Великого Великий Приставка С большой буквы Семнадцать человек И куда стоили Сианики Великие Пахоми Великие Василий Великие Все великие Но когда Начинаешь смотреть Я очень часто Находил Как будто Евангелие Это где-то Мимо прошло А что это Означает Мона А из этого Сделали особую религию Монахи Это особая сфера Там По Евангелию Ничего не делают Христос говорит Царство Небесное Подобно Ну и дальше Вышел Сеятель Сеять Царство Небесное Подобно Женщине Которая взяла Три меры муки Положила Захвастку 13.33 В Евангелии От Матфея По порядку Я говорю А на монахов Как